Привет всем любителям пошаговых стратегий и Сидмерс Сивилизейшн 6, в частности, давненько я не брал в руки шашки, очередная партия в шестую циву. Традиционно спонсоры канала всей серии видят сразу, большое спасибо вам за поддержку в это сложное время, и давайте немножко подробностей. Сыграть решил за лидера из последнего набора против лидеров из последнего вот этого набора Лидер Пас. Выбрал Такугавы, думал долго между Такугавой и Феодорой, но все-таки решил, что мне как-то интереснее за Японию, давно не играл за нее, и вот Такугава мне как-то интересен. Поставил лидеров из Лидер Паса, ну только чтобы разные страны были, потому что там есть, например, из Египта, да, и Рамзес, и Клеопатра, я только Клеопатру поставил. Из Китая Удзетянь и еще один Циншу Хуанди, только Удзетянь. Единственное, ребята, не ставлю Людвига из Баварии, потому что его хахай меня в прошлой партии добило, просто я больше этот хахай слышать не могу. Ну и случайного лидера, чтобы интересность какая-то была, оставил. Значит, уровень сложности божество, скорость игры быстрая, мне кажется, против компьютера это интереснее, чем сетевая или там стандартная, вообще, по-моему, самая такая сбалансированная лично для меня скорость. Размер карты огромный, как раз на 12, континенты тоже, мне кажется, это интереснее, чем любые другие карты против компьютера. Из режимов варварские кланы и монополии корпорации включены, случайные технологии социнститута, каждый раз об этом повторяю, не включайте компьютер, не умеет в них, потому что у них явно, у всех компов явно прописана четкая цель, какие технологии за какими надо исследовать, а когда они случайные, он просто очень тупо это делает и реально начинает отставать. Так что монополии корпорации варварские кланы достаточно. Все победы включены, ну вот это настройки Late Game AI, я не буду это ничего править, оно по умолчанию здесь стоит. Чтобы сейв у вас заработал, надо, чтобы у вас стояли те же моды, которые я использую в этой партии. В общем-то, все эти моды собраны у меня в сборнике модов, ссылка на него будет в описании, в прикрепленном комментарии, сборник модов от Алексея Халецкого для шестой цивы. Переходите, скачивайте, пользуйтесь, вот даже те, которые отключены, там тоже есть, я их просто сейчас отключаю, потому что некоторые из них меняют саму механику игры, например, но тоже интересные, можете посмотреть, разобраться с ними, да у меня и видео, там вот, если берете по ссылке, там же есть еще и видео про моды, которые мне нравятся. Из важного я опять буду играть вот с этим модом, где он, блин? А, Late Game AI. В прошлый раз я, честно говоря, ругался на него, потому что он какие-то, блин, неведомые бонусы дает. Мне кажется, еще один раз имеет смысл с ним сыграть, чтобы показать реально, что и с ним, возможно, более-менее действует. Но мне кажется, он просто делает игру несколько прямолинейным. Ну, сейчас посмотрим, в общем, в любом случае. Ну и буду играть с корпорациями и монополиями, поэтому включаю Fix AI Corporation. Правда, мне говорят, что вроде его уже вставили в патч сам, но на всякий случай, мало ли, точно знаю, что вот он работает. Ну и там Real Strategy AI вместе с Late Game AI работает. В любом случае, вам это все надо будет скачать, чтобы у вас сейв заработал. Давайте попробуем с этой фигней сыграть, по-моему, должно быть интересно. У Такугавы, как мне кажется, похуже способность, чем у Ходзе Такимуны, у первого лидера Японии. Ну, во-первых, потому что она немножко противоречит сама себе, этот Бакухан. Смотрите, международные торговые пути дают на 20% меньше доходов и туризма, а потом внезапно города в пределах шести клеток после исследования авиации получают один туризм. То есть, тот убирает туризм, тот получает. Но зато внутренние торговые пути, плюс одну культуру, плюс одну науку и два золота за каждый специализированный район в пункте назначения. Ну, то есть, в том городе, куда вы отправляете караван. То есть, скорее всего, караван надо будет в столицу отправлять и на этом неплохо зарабатывать. Благодаря этому можно, например... Ой, что это у меня тут все шатнулось. Можно не делать там союзы и не торговать, особо караваны отправлять к соперникам. Остальное все так же, как и у Японии. То есть, дополнительный стандартный бонус за соседство с другим районом. Стандартный означает, что если у всех других цивилизаций соседство района дает 0,5 десяток, то у Японии единичку сразу. То есть, соседний район уже будет плюс один. Давайте. Благодаря этому можно такие неплохие ромашки строить. Ну и уникальные юниты, фабрика электроники, в принципе, неплохие тоже. Давайте начинать и главное не забыть мне сделать сейф. Какие-то цвета, как у Германии, правда? Пока свою рожу оставляю. Так, сейф первого хода сделан. Там на миникарте-то смотреть нечего особо. На меня намного приятнее смотреть. Так. Так. Ну вот, например, если я тут оставлю, да, город, то уже кампус, например, тут будет плюс три давать, потому что соседство с двумя горами и столицей, и в принципе, и в принципе гавань неплохо. Слушайте, я бы, наверное, не уходил. Не сказать, что прям место фонтан, но и не то, чтобы совсем грусть какая-то, да? Блин, а как бы мы не оказались одни на континенте? Вот это мне не очень нравится, такие прохождения записывать. Но я не хочу отсюда уходить. Я, пожалуй, здесь поставлю. О, тут вот вино очень неплохо. Вот это два-три, да? Не, вообще выглядит неплохим место. Очень даже неплохим. Так, только все-таки на рост. Да, вот единственное, в начале еды маловато. Еды маловато. Так, ну, наверное, животноводство начнем. Тут у нас хорошо, видите, мы обработаем пшеницу. Это ускорение для орошения, которое требуется для вина, да? И вообще у нас три вина. Пантеон на плантации, возможно, какой-нибудь. Так, мореходство ускорили. На этом, на побережье находимся. Но вообще тут, походу, нам придется через гавани играть, а не через центры. Ну, придется, как бы, мне и то, и то нравится, в принципе. Мне только не нравится, что у нас в начале еды маловато, да? Даже суши никаких не приготовил. Даже риса нету. Вообще это как бы не очень историчненько, что у нас. Япония на пшенице. О, озарение для астрологии. Ну, кстати, это приятно. Можно попробовать даже какую-то религию. Так, давайте вот предварительно пока сюда кампус. Видите, он плюс три сразу показывает. И, кстати, гавань должна, по-моему, плюс три быть. Даже плюс четыре. Пожарите, а почему она плюс четыре? А, ну, да, да, да. Нет, подожарите. Вот почему плюс четыре кампус, я понимаю. Потому что две горы и два района. А гавань же соседство чисто с кампусом и центром города. Почему плюс четыре? Такое ощущение... А, не может быть такого, что тут где-то скрытый водный ресурс? И он, типа, по... Нет, ну тут не может быть плюс четыре. Я что-то, может, не понимаю. Не должно быть плюс четыре вот прямо сейчас. Типа... Хм. Нет, странно. Ладно, я хотел просто поставить, где мне священочку тогда. Либо здесь... Либо здесь. Ну, чтобы у горы было. Или, может... Ну, блин, здесь, конечно, она удаст соседство. Ладно, пока подумаем. Может, у нас какие-то еще пантеоны возможны будут на... Ну, какие там пустыни у нас нету, тундры у нас нету, тропических лесов нету. Никаких пантеонов на соседство, по-моему, в принципе, тут нам не видать. Так, раз, два, три. Где-то тут город ставится еще. Ладно, пока... Пока исследуем. Пока мы все равно город никакой не делаем. Так, хочется мне почему-то скаутом с этой стороны сначала пойти, а не в ту сторону. Мы еще одного сделаем. Сразу. Так, уже какой-то лагерь. Ой, какой-то воровский клан. Серая крыса. Слышь, в районе он же красный. Знаешь, красная крыса. Какая-то красная крыса. Вот этого вина у нас тут немерено. Кстати, как раз у Японии... Такимуна, у них там... Вот бурь морских, по-моему, если мне не изменяет память. Защита как раз есть. Сейчас надо глянуть. Если я ничего не путаю, ход за Такимуна. Ураганы не наносят урона юнитам. Ну, и только юнитам, кстати. Только юнитам не так интересно. Ну, правда, ему пока мне тут ломать нечего. Так что хорошо, что он сейчас начался. Так, останусь тут, чтобы собрать руинку. Слушайте, раз он туда идет, значит, где-то лагерь здесь получается. Воровский клан. Так, ну что мы хотим в руинке? Я хочу, наверное... Хотя жителя мог убить. Да, вот эта клетка, конечно, зашибись. Я хочу реликвию. Разведчика дали. Блин. Ну, ладно, это неплохо. Всегда для начала игры неплохо. Главное, чтобы я не был на континенте один. Пускай третьего тоже достроим уже. Еды маловато. Вот это мне не очень нравится. Так, давай, давай реликвию. Просто момент вдохновения, мастерство. А это хреновое вдохновение, потому что... Давайте, вот тут сейчас чудо мы найдем. Потому что... Мы бы и так... Ну, мастерство, озарение, когда три клетки обрабатываешь. Я думаю, мы бы и так обработали три клетки. И получили бы это вдохновение. Так. Дорога гигантов. О, кстати, это крутое морское чудо. Сейчас еще нельзя идти. Крутое морское чудо. Слушайте, а нас тут не убьют, случайно? Походу, что убьют. Поэтому мы неплохо, что у нас есть еще один скаут. А, нет, этот не вылез. Так, хорошо. И тот скаут решил нас не убивать. Так, лошади есть рядом. Блин, может нас выкопить эту клетку как-нибудь? Почему тут уже плюс пять? Нет, тут... Нет, плюс пять я понимаю. Потому что я тут еще в священное место. Может реально тогда священное место сюда ставить? Типа, пускай плюс два будет, но... В принципе, и сюда неплохо. Но я бы лучше вот этот холм оставил для... Для рудника. Или вообще, или промышленную зону там, например, бы ставил. Кстати, промышленная зона рядом с лошадьми... Было бы неплохо. И таким образом мы там еще венецианку можем бахнуть. Вот сюда получится. Да, ну тогда мы не можем этот геликарнас строить. Но мне кажется, в этом городе геликарнас не так крут, как венецианка. Блин, где она? Вот она. Потому что тут мало морских клеток для этого города будет. Ну так, в принципе, мы уже расписали. Да, тут еще, видите, соседство от стратегического ресурса для промышленной зоны. Блин, я бы, наверное, выкупал. Ну не хватит тогда на лошадей, пока ладно. Лошадей хочется выкупить, чтобы еда... Я сюда хочу пойти. Скаутом. Так, пора рабочего делать. Вот, Катя, лучше бы я из руинки рабочего получил, а не скаута. Так, дорога гигантов. Наземные боевые юниты, оказавшиеся на соседних клетках, получают плюс 5 к боевой мощи. Отлично. Ну тут какой-то где-то город у нас точно будет стоять еще. Вот в этом городе, который тут будет стоять, вот здесь гелик был бы офигителен. Так, куда дальше? Горное дело. Мореходство. У нас пока нету никаких морских клеток для обработки. Может в астрологию прямо пойдем, чтобы... Позволяет рубить деревья. С другой стороны, тут, конечно... Нам сначала надо будет пшеницу обработать. А нам так-то и обрабатывать... Нет, знаете, что надо горное дело открыть. Мы обработаем здесь пшеницу, здесь рудник поставим. И после горного дела надо ворошение. Блин, а тут еще гончарку надо. Ну может сказать, и хорошо, что мы мастерскую открыли. Мастерство, точнее. Походу, не так быстро три клетки можем обработать, как мне хотелось бы. Так, с руинками пока везет. Хотя там всякую фигню дают. Давайте... Ну реликвии, я настаиваю на реликвии. 26 денег. Какие-то жлобы в деревнях живут. Не дают нам даже денег нормально. Так, но я, наверное, этим, кстати, буду возвращаться. Я лучше... Вот этим скаутом приду к дороге Фина и до конца все открою. Слушайте, тут вообще-то неплохие места. В принципе-то... В принципе, вокруг то, что я вижу, неплохо. И пока соседей никаких даже не встретили. Руинки пока собираются. О, вот, кстати, тоже в тему. Вот про это я забыл. В моем случае это в тему даже, что у нас население дали. Так, давайте я уберу золоченность. Три жителя уже норм. По-моему, нам даже... По-моему, четыре жителя нам будут несчастье давать. Поэтому нам не особо есть смысл дальше расти. Да. Хотя. Ладно. Пока так остаемся. Так, я забыл на этой скорости, когда у нас... Следующая эпоха. Так, а вот брать ли мне плюс пять против варваров? Или лучше оставим бонус... Блин. Так, надо возвращаться. Я только сейчас за это что-то появилось. Ну, кстати, мы, во-первых, у серой акулы можем галеру попробовать купить. С другой стороны, она появится вот здесь, в Охотском море. Из которого она выплыть не сможет. Это бред будет. Но если нам вдруг не будет хватать очков эпохи до Золотого века, то, наверное, я куплю. Но я сейчас пойду ее убивать сначала. О, Фес первым? Первым. Кстати, Фес круто. Нанять Великого Пророка еще и задание. Да, слушайте, нам прям надо в священку, наверное, прям идти. Так, здесь и здесь. Дальше, ну, наверное, в мастерство. Юнитов ближнего боя там подготовка. Сейчас я пока тут встану. Пожалуй, надо против варваров брать. А тут бог-царь, конечно же. Пантеон надо открывать. Деревья. Ник, так, посмотрим. По-моему, мини-карта особо вам не нужна. Мне кажется, вам приятнее на меня смотреть. Ну, конечно, напишите в комментариях. Несомненно, я прочитаю и проигнорирую, скорее всего, ваше мнение. Да елки, сколько можно разведчиков? Хватит. Хватит. Так, а тут, ну, сказать, еще этот, вот, визуи, хотел сказать. Я еще и первым его нашел. Все-таки у меня такое ощущение, что мы одни на континенте. Ну, с другой стороны, у нас морская цивилизация, мы должны как-то быстро выйти. Так, пока стоим, лечимся. Этот кто у нас? Согнутое дерево. Так, ускоряем орошение. Собственно, в него и надо. Дальше. Ну, пора уже, наверное, поселенцев строить. У нас просто нам столько надавали разведчиков, что, в принципе, если кто-то и будет на меня нападать, то я этими четырьмя разведчиками вполне могу отбиваться. Тем более, такая местность. Тут их можно ставить совершенно спокойно. Пока не знаю, куда города поведу, я еще хочу вот тут глянуть. Просто, ну, вот эта территория по-любому за нами, да, то есть сюда можно не спешить города ставить. Другое дело, что, конечно, около Чуда прикольно, и чтобы этот клан не превратился в ГГшку. Так, наверное, я сначала прокачаю на холмы. А потом следующим ходом заберу эту руинку. Так, я вообще не против, если меня проатакует этот варвар. В принципе, можно принять удар на себя. Скаут, видите, как он больно? Он стоит в лесу, на горе, то есть там бонусы приличные к защите. Все еще настаиваю на реликвии. Ну, 13 веры, кстати, тоже меня вполне устраивает. Блин, еще по Квизуи город поставить. Ну, написано 20, а дали 13 из-за скорости игры. То есть это 20 на стандартной. Продолжаем стоять в защите. Еще руинка, слушайте. Знаете, я помню, был этот мод такой, который количество руинок увеличил. Такое ощущение, что я с ним играю, но он у меня даже не установлен, так что нет. Так, до обработки. Ну, нам надо, нам надо вино обработать. Нам надо вино обработать, так что мы оставим этого рабочего с одним зарядом. Ну, я буду убивать этот лагерь, тем более, у меня тут плюс 5, извините. У меня плюс 5 от дороги гигантов и плюс 5 от карточки. У меня плюс 10 против. И еще, и еще плюс 10, по-моему, против, ну, против, соответственно, как его, антикавалерийских юнитов. Сейчас я посмотрю. А, не, плюс 5. Плюс 5 против антикавалерийских юнитов. Угу. То есть, в итоге плюс 15 против этого копья имеем. Какой-то фигней варвар занимается, я думаю, можно его уже убивать. Заодно уровень получим. О, все-таки есть. Мы не одни на континенте. Корея. Корея с Японией. Нормально. Нормально. Обменяться. Ну, давай, наверное, обменяем сюда. И где его столица? Да, ну, далеко. опыт и этот еще повышение получил я еще и скауты прокачиваются просто чисто чтоб копье финна прокачку получить приветствуем делегацию ночью нам плохие отношения скорее не нужны по идее если я этот лагерь убью и этот лагерь убью то получу блин вот под рире мы не в тему тут блин а почему тяжелое поражение то а у него тоже копье финна смотрите и на варваров действует копье финна вау а вот это не спадиванка это я не ожидал кстати чаще не посмотрел сразу прикол блин нам придется видимо сюда город идти ставить потому что этот лагерь хрен возьмешь тогда вот и сюда надо будет город ставить на холмы тоже возьму у нас холмов много вокруг полин кстати ну слушайте мы можно этот лагерь этот убить по идее когда у нас заканчивается эпоха то но я думаю что на 25 ходов будет вряд ли быстрее вавилона нету два лагеря забираем и уже мы в эпоху следующую вышли еще и рынке пособираем я думаю так ну что ж куда мы первый игра нам рекомендует сюда кстати хорошее место давайте посмотрите у нас остались пантеоны на пустыне уже взял кто-то обратите внимание так речная богиня нам не очень у нас тут собственно это одна река в одну клетку на которой у нас будет точно кампус стоять жаль когда вот рек кстати мало рек реально мало чей вообще кроме этой реки нету рек ладно на болотах оазисах и поймах рек в пустыне нет у нас даже не болот не оазисов нифига не видать рыбацких судов ну тоже немного честно говоря культура от пастбищ выглядит как на плантации скорее всего надо брать ну что раз два три 4 5 6 7 8 9 10 кстати 11 выглядит что на плантации надо брать но конечно не самый фонтан так а что с престижем нас еще есть на престиж ну слабенько слабенько на плантации беру на что вы взяли катика когда проходите интересно пантеон эти лучше пантеон ускоряет у нас тут развитие подойду скан меня атакует до сюда поведу город 1 продолжаем сразу еще делать ждем открытия рашид ну что ли поставить пускай по обстреливать но мне не надо чтобы сюда проходил чтобы я мог город сам поставить без всяких этих проблем колесо продвинули ну тоже помню особо рудник для добра хотя но обычное железо открываешь и можно рудник на железе построить так то мне реально негде рудник построить так что может кати колесо и хорошо что ускорили рудник реально негде построить подходим ждем даже полечусь еще пойду этим дуболомом к этому лагерю разбираться канди я явно не первым встретил его явно корея первое встретила но вообще нужда корее до хрена место для стоим 18 ход большой бассейн нормально принципе быстро стоим стоим надо будет мне сюда наверно идти это может быть тоже какое-нибудь внутреннее море вообще так как у нас там корея то нам конечно лучше как-то сюда в эту сторону города ставить то есть значит мне игра рекомендует здесь здесь я согласен блин чтобы поменьше пустыни было до 1 2 3 вот сюда в а нет прин тут вес наверно как придется прямо на 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 цитрусовые похоже вот и да жаль тут был лучше место тип каши каши везу и только в трех клетках но мы сюда еще конч вместили потом город создание строителей юнитов пока не меняем наверно долго мы будем следующую открывать блин вообще долго я хочу карточку на юниты поставить автора плюс 5 против варваров уйдет с другой стороны может мы континент какой-нибудь найдем уже что у нас тут силу тоже а такой же мы нашли другой континент а почему я не ускорилась международная торговля тогда извините или он ага силу на пересечении континентов то есть эту а пойду то я его найду так а мехико и мехико так слушайте мы ускорим международную торговлю получается скоро он на 6 ходов будет открываться но мне еще мне еще посила 4 хода открывать так что наверное пока не меняем карточки а то есть бог царь на точно надо сменить что я уже взял пантеон создание строительная буду юниты строитель не строителей что пожалуй городское планирование один ход поселенец ускорился следующим ходом наконец обработаем виноградик ну кстати оказалось все таки из руинки вот это мастерство хорошо потому что мы его открыли до того как я в итоге три клетки обработал так что меня вполне устраивает блин уж надо было этот обрабатывать вино и все стоял без дела рабочим дошел бы уже давно сюда больше было бы выхлопа так я тут еще континент чтобы ускорить международную торговлю ну и тут пожалуй астрологию надо начала я хочу религию сначала получить а потом уже в науку идти там надо уходить и тут надо уходить тут уже их много собирается так что они вообще дают этот копейщика а этот воина мне пожалуй оставим на лодку если чё строители дали класс кстати вот это зашибись так я наверно тогда этим стабы шутми у меня солнце светит вообще right in your face так ну сначала вот эту вино в работаю потом эти меха обработаю катя в сандае очень неплохо все получается он международную торговлю ускорил в итоге 6 ходов ну блин немножко долговато все таки мне бы побыстрее хотя если я все-таки сюда переключу культурка капала 3 хода о а сейчас еще здесь получу культурку не стало быстрее 3 хода так игра предлагает сюда ну блин тут же но я может быть конец сюда и поставлю но на данный момент тут грустно я бы сюда вел или сюда вот где скаут стоит ну чтобы чай обрабатывать катя народа реально сюда сейчас поставлю сначала скаутом стоять так этого я даже про атакую у нас все-таки копье финны еще и повышение получаем так ну я континент нашел мне не интересно наверх эти я хочу цель что у нас тут снизу за горами вот этими там явно кто-то должен еще быть так ладно начнем прачников пока но я бы через два хода нас на священное место переключился так вот тут чувачок час меня найдет и потом своему этому сообщит мы не могу вино все джону продать нифига нормально 71 и 12 вход это круто отсутствие так могу наверно купить скоро поселенцы 370 рабочего наверно пока не хочу покупать амбар и монумент может амбар купить я выпадал все-таки на поселенцы накопить ну и плюс нам еще клетки выкупать надо да ладно блин замуровали сидите какая горный хребет ее нам ские горы и за и нам ские горы кто в курсе эти минанки построили так астрологии но я кати не могу сейчас начать строительство потому что здесь стоит варвар поэтому я дострою этим ходом прачника я уже следующим буду строить блин как-то против варваров у меня с копьем финна сила как-то блин ну хоть против прачника тут облизу на контроле тут мы стоим пускай такую-то хочу город поставить бареход ну тебе можно и письменности наверно после после священного места должен сразу кампус буду строить так прежде чем менять давайте все таки попробуем тут добить их так обработку бронза ускорили тут один ход наверно наверно пускай сама выкупит реально подождем я думаю ставить мне карточку на на военных или все-таки уже начинать священное место сразу строить священное место может и карточку тоже поставить пока видите плюс один будет но мне это в будущем плюс три она особо и немного но нам надо главное чтобы религию взять так всем да и нету больше куда расти так мистицизм можем открывать ради посла заповедников катя с заповедниками что он еще раз на престиж гляну притягивающий дат 2 другого и где три есть ну похоже все таки ну где-то вот здесь можно какой-нибудь один будет поставить правда не факт где у нас там город будет цепь там рядом с чудом не как-то маловато престижа как-то в заповеднике не особо охота давайте надо пока в раннюю империю потихонечку тут уже могут убить скаута правда и дуболома могут убить а не дуболома не могут ну мне надо будет грабить этот лагерь сейчас посмотрим что будет он про атакует этот подойдет но у нас ап есть наверно апнусь потом разграблю лагерь да отлично так и поступим да всегда и хорош не могу добить стоим сейчас на нас будет налет что этот успеет сообщить в согнутое дерево а нас блин может все таки юниты поскольку нить уже на пророка вроде никто а я карточку не поставил на юнит или ждем открытия ранней империи доделываем священное место на было армию все-таки строить я зря так соседей нету зато варвары есть зато есть варвары и они будут нагибать хотя недавно меня спрашивали как уничтожать аванпосты варварских кланах вот когда вы выбираете вин который стоит внутри так на всякий случай то есть разогнать клан и ограбить когда вы грабите он остается вы деньги получаете а когда разгоняете он исчезает вы получаете очки эпохи и по моему ускорение должны получить я получил каменную кладку обработку железа это за то что разогнал не уничтожил проводку железа за что я получил это как раз пожить я два ускорения получил за что я не каменоломню ни железный рудник не строил получил аж два ускорения за то что этот лагерь разогнал так этим пойдем соответственно чай обрабатывать потому что каменную кладку мы уже ускорили получается ой нам одно очко осталось до золотого века должны 8 за 8 ходов ну точно должны успеть что же галеру например можем купить да вот этот корейцы за союзил фес пройти и зизи ну чё сообщил уже о нас или тут так пиздела шлендаешься ну про такую чистую ой 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 это ж не холм ай-яй-яй сейчас может быть минус скаут это я ошибся похоже так нам надо не в центр коммерции а в гавани выходить соответственно навигацию по звездам через мореход давайте подумаем стрельба из лука нам пока не нужна каменная кладка пирамиды нет ранее где мы не можем тут построить стены тоже пока рано военный лагерь все может железо открыть все равно мне рано рыбацкий 2 давать на обработку бронзы хочу железо открыть посмотреть вдруг не убила фору с этим один хитпоинт буквально не 44 хитпоинт этот этот скаут молодец выжил тяжелых условиях давайте может тут скаутом убью 2345 28 он быстрее прокачается просто скаутом пойдем исследовать лучше он гавиш какая-то религиозно еще одна пусть а еще искал еще одна candy вот я хочу посмотреть что candy хочет торговый путь это будет сложновато вот феса пророка нанять это должно получиться так может не залучивать я думаю строительство варвары есть проблемка у нас вот сюда видите гавань не встает из-за рифа но зато здесь будет на плюс 3 этот кампус уже на плюс 3 может еще какие-то мы поставим районы решать же где у нас гавань тут будет стоять ладно подумаем еще так 6 ходов блин ставить уже на юниты поселенцев или будем читать на пророка пророка все еще никого нету зато вон на торговца уже поставили центры коммерции и один кто-то военный лагерь поставил а ученых вон немерено у нас кстати минимум по два кампуса вот это плите за 2 кампуса или кампусы библиотека прямо сейчас будет кампус на плюс 4 давайте сейчас все таки религию я хочу взять с другой стороны мэнер на еду возьму соседа это или может сразу кампус вот в синдай я после строителя наверно сразу буду кампус строить блин так ну я наверно магнуса беру потому что тут расселяться или мне вообще сейчас поселенцев делать и но без прокачки магнуса нету смысла вот мне трудовую повинность четыре хода на час открывать то есть четыре хода я могу что-то пока другой стороны поселенец если я поставлю карточку то он как раз за 4 но магнус 5 ходов блин сложное решение вы знаете я это решение на следующую серию оставлю ребята еще потемнело видите как страшно стало думаю что выбирать уже в следующий раз спасибо что смотрите не забудьте поставить лайк поддержать финансово канал как это можно сделать в описании в прикрепленном комментарии paypal биткоины как вам будет удобно ну и станете спонсорами канала чтобы все серии посмотреть сразу в это тяжелое время пора поддерживать друг друга я видео вы денежкой играйте в умные игры слава украине живи беларусь всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео